Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Владимир Жук проверил готовность социальных учреждений Ленинского округа к открытию. Нам обещают завершить все недоделки, вот эти замечания устранить до конца августа. На территории округа состоялся рейд Министерства экологии и природопользования региона на предмет несанкционированных свалок. За данной точкой на протяжении недели наблюдали и инспектора Министерства экологии, и наши общественные инспектора. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Владимир Жук проверил готовность социальных учреждений Ленинского округа к открытию в рамках реализации наказов и инициатив народной программы «Единая Россия». В ходе визита его сопровождала наша съемочная группа. Первым пунктом в рабочей поездке Владимира Жука стало посещение здания поликлиники, который скоро откроет свои двери в микрорайоне «Зеленые аллеи». Экскурсию для депутата Московской областной думы провела заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина. Какие сроки были установлены? На до, значит, мы проговорили с застройщиком, нам обещают все, завершить все недоделки, вот эти замечания устранить до конца августа. Впервые медики посетили поликлинику в конце июля и отметили, что некоторые помещения не соответствуют необходимым нормам. В частности, все режимные кабинеты не были отделаны кафельной плиткой. Отсутствовала и часть необходимых коммуникаций. Застройщик учел все замечания и сейчас врачи уже смело строят планы на будущее. Необходимое количество сотрудников уже набрано для данной поликлиники. С нетерпением ждем сдачи данного помещения в Винновской районной клинической больнице. И далее мы начинаем с нашей стороны оформление необходимых документов и пригласим всех жителей на открытие данной поликлиники. Площадь помещения поликлиники 900 квадратных метров. Она рассчитана на 100 посещений в день и будет работать с 8 утра до 8 вечера в две смены. Владимир Жук отметил, что жителям микрорайона будет удобно пользоваться этим лечебным учреждением. Помещение отвечает всем нормам, которые сейчас существуют. Потолки высокие, светлая отделка, очень удобно, логистика хорошая. Навигация, я вижу там, мониторы, все надписи. То есть человек пришел и все поймет, что куда идти и что нужно делать. Следующим пунктом поездки депутата стало посещение детского сада и школы в жилом комплексе «Май». Здесь к нему присоединились председатель Совета депутатов Ленинского городского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Фраченко и начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева. 1 сентября школа откроет свои двери и к этому все готово. Застройщик своевременный объект сдал. Оснащение, которое необходимо для образовательного процесса, все уже получено. В процессе расстановки по местам. То есть к 1 сентября все будет готово и мы сможем принять детей уже к учебному процессу. Особенность школы и детского сада в ЖК «Май» в том, что это один большой комплекс. Его строительство началось в 2014 году. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей. Столько же смогут посещать школу. Увиденным гости остались довольны. Дети в гораздо более комфортных условиях начинают учиться. Тем более, что здесь и застройщик не подвел. Достаточно все качественно проведены все работы. Подобран уже, как я знаю, весь и коллектив. Все готовы у нас к встрече наших ребят. 1 сентября будем торжественно открывать эту школу. После посещения социальных учреждений Владимир Жук отправился в поселок Володарского, где встретился с местными жителями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Министерство экологии и природопользования Московской области держит на контроле ситуацию с нелегальными свалками мусора и отходами на территории региона и регулярно проводит рейды. Один из таких прошел в нашем муниципалитете. Подробности у Дмитрия Книги. На территории Ленинского городского округа состоялся рейд Министерства экологии и природопользования Московской области на предмет несанкционированной свалки строительного мусора. Недалеко от поселка Измайлово было обнаружено место, где нарушители систематически сбрасывали битый кирпич, куски бетонных плит и прочие отходы. За данной точкой на протяжении недели наблюдали и инспектора Министерства экологии, и наши общественные инспектора. Соответственно, в момент разгрузки и начала работы данного объекта сюда выехала оперативная группа для задержания и выяснения всех обстоятельств. После проведенной засады нарушитель был пойман с поличным, но комментировать свои действия он отказался. По данному объекту будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде и вменен в адрес владельца участка и организатора свалки. На место незамедлительно вызваны сотрудники полиции 112, которые приедут, составят протокол в отношении водителя, машину отправят на специализированную стоянку, далее водитель будет привлечен к ответственности. На уровне областного парламента подготовлен законопроект по ужесточению ответственности и повышению штрафов. Для юрлиц он будет составлять более 300 тысяч, для физлиц 60 и выше. Но самое главное, что при повторном нарушении техника будет в обязательном порядке изыматься. Также расчет ущерба будет направлен в правоохранительные органы по вопросу возбуждения уголовного дела. Дмитрий Книга, Маргарита Курова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В преддверии Дня строителя в администрации Ленинского городского округа лучших представителей отрасли поздравили с профессиональным праздником и наградили за добросовестный труд и высокий профессионализм. На мероприятии побывала наша съемочная группа. День строителя ежегодно отмечается во второе воскресенье августа лучших сотрудников отрасли с профессиональным праздником поздравил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Всех присутствующих поздравляю от всей души. Хочу пожелать всем сил, здоровья, удачи вашим командам, вашим коллективам, уверенного продвижения вперед, амбициозных, интересных проектов. На данный момент на территории муниципалитета ведется активное строительство различных объектов. В Ленинском городском округе появляются не только новые жилые микрорайоны, но и так необходимые объекты социальной инфраструктуры. В этом году планируется в ближайшее время сдача объектов в Лопатино, детское дошкольное учреждение. В ближайшее время несколько школ, дорожено 825 мест, 325 мест детский сад, Бица, то есть объектов много. Эта профессия для многих становится делом всей жизни. Иван Кирсанов не случайно выбрал строительную отрасль. Эту первую деятельность я выбрал в связи с тем, что с детства занимались строительством, мои родители строители, и, так сказать, я пошел по их стопам. Более 20 лучших представителей этой профессии получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа и депутатского корпуса. Строитель – это всегда созидатель. Тот, кто создает, вы работаете, и труд ваш всегда виден. То есть вы создаете жилье, объекты социальной инфраструктуры. Ленинский наш округ вот так, такими большими темпами, благодаря ваших усилий, развивается, увеличивается как жилье, так и жителей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНОЭТВ. Видновские полицейские присоединились к всероссийской акции «Один день с участковым». Правоохранитель из микрорайона Купеленко Александр Корнаухов показал свою работу изнутри нашей съемочной группе. Утро Александра Корнаухова начинается намного раньше, чем у большинства видновчан. Рассказывает, к 7.30, как правило, уже на работе. В первую очередь экипироваться. Затем выезды на происшествия или встречи с горожанами. Каждый день правоохранителю нужно опросить десятки человек. Жильцов проблемных домов или иммигрантов. Кстати, большая доля работы участкового – наблюдение за теми, кто претендует на российское гражданство. Мы конкретно должны в каждом адресе перепроверить их информацию, заявленную о том, что они будут жить. То есть не так давно введена уголовная ответственность по статье 322.3. Фиктивная регистрация иностранного гражданина в адресе. Александр Корнаухов рассказывает, к участковым люди обращаются по самым разным вопросам. От банального – шумные соседи, до жалоб на неправильную парковку или даже за юридическим советом. По заявлениям конкретного обзывания либо заявителя, либо тех граждан, в отношении которых заявитель просит провести проверку, назначая встречу, общаемся. То есть добиваемся того результата, о которых просит заявитель сам. Участковый трудится не только в Купелинке. Совмещает службу и в других районах Ленинского округа. Рассказывает, с каждым годом заявлений становится все больше, а работа усложняется. Тем не менее, в своем призвании Александр Корнаухов уверен на 100%. В 1997 году мной был сделан выбор, я пошел работать в милицию. Прошло 25 лет. То есть большой жизненный путь, четверть века, проведено в службе. Да, сложно, но интересно. В том, что работа участкового непростая, наша съемочная группа убедилась, выйдя с Александром Корнауховым на первый же адрес. По плану, обычный разговор с нечистоплотными жильцами. Однако, не дойдя до нужного дома, мы встретили полноценное административное правонарушение. Оставить его без внимания участковый не смог. Я понял. Вы что, вы читаете? Вы читать будете? Снимайте, я сейчас уже надо. Я понял. Александр Сергеевич Корнаухов. Должность участкового, уполномоченной полиции. Для Александра Корнаухова ситуация уже банальная. Распитие горячительных напитков в общественном месте. Свою вину отдыхающие признавать не собирались. В ход пошли провокации и съемка на мобильный телефон. Тем не менее, правонарушителей доставили в отделение полиции, оформили административный протокол и выписали штраф. Таких и более серьезных ситуаций за неделю у участкового наберется немало. Саму работу приятно и назвать сложно. Здесь важен результат. Спокойные дворы и довольные жители. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Делитесь и своими новостями со всем городом в соцсетях телеканала «Видное ТВ». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова